всех рад приветствовать наконец-то дождались смартфоны xiaomi redmi и пока начали обновляться до глобальной версии новой оболочки hyper os на канале начинается рубрика новые фишки новой оболочки hyper os глобальной версии это первая часть видео как только мы набираем 10 тысяч лайков я сразу занимаюсь второй частью что же друзья hyper os версия 1 0 4.0 глобальная версия с индексом и у у меня на базе 14 андроида стоит отметить что hyper os будет доступна и на базе 13 андроида актуальный список обновлений можно посмотреть в моем телеграм-канале realtek ссылка будет в описании а также не забывайте подписываться здесь информация обновляется намного быстрее шторка друзья шторка новая как я и показывал рассказывал в предыдущих видео здесь у нас виджет музыкального плеера который замечательно работает пауза play все отрабатывает далее тогглы у нас отображаются внизу есть возможность изменить добавить новые тогглы регулировка яркости громкости здесь расположен блок с устройствами умного дома если вы ими пользуетесь можете добавлять для быстрого доступа в глобальной версии hyper os уже есть тоггл с настройками не нужно добавлять как я показывал в предыдущих видео вот все здесь есть и если вы не пользуетесь устройствами умного дома заходим в настройки здесь уведомление строка состояния опускаемся в самый низ управление смарт устройствами и при необходимости можем отключать а еще добавляется интересная фишка не показывать заголовок по умолчанию это все отключено у нас стандартные тогглы но если мы это все отключим то у нас тогглы подписываются достаточно интересно это все реализовано в hyper os центр управления можем переключить на старый классический ну либо уже новый включить кстати как себе установить такой центр управления я показал в отдельном видео ссылочку оставлю в описании кому интересно можно установить даже на my 14 с андроидом тринадцатым наконец-то дождались в глобальной версии hyper os уже добавляется шрифт миссанс кстати если вам нужно вы можете включить обычный шрифт но миссанс он более читабельный более интересный он раньше был доступен только для китайских версий милай но теперь с появлением hyper os есть возможность включить даже на глобальной версии кстати при первой настройке смартфона предлагается выбрать обычный шрифт либо миссанс также друзья что немаловажно теперь появляется возможность выбирать размер шрифта и толщину шрифта размер был доступен и на предыдущих обновлениях а вот толщина шрифта была доступна только для китайских версий а теперь уже появляется возможность устанавливать толщину шрифта и на глобальных версиях теперь если мы зайдем в раздел обои у нас появляется новый раздел обои и персонализация благодаря которому можно установить обои а также настроить персонализацию шрифт активный экран стиль блокировки размер значков и эффект уведомлений новые обои конечно же из hyper os в моем телеграм-канале они уже давно доступны можете скачивать ссылка будет также в описании раньше размер значков мы настраивали с настроек рабочего стола теперь здесь этой опции нет но она переехала в персонализацию кстати для смартфонов пока уже появляется возможность изменять папки новый вид папок включать в отдельном видео я показал как уже установить этот рабочий стол в милай 14 на смартфоны пока ссылка на это видео будет в описании из нового появляется новый стиль блокировки с возможностью кастомизации можем картинку масштабировать выбрать как нам больше нравится можно применить различные фильтры картинки сделать матовый эффект можно кастомизировать время дату погоду напечатать даже текст необходимый выбрать шрифт цвет все здесь появляется это стандартный шаблон а также много различных других шаблонов доступны свайпами вверх и вправо мы выбираем то что нам больше понравится как это работает на практике вот к примеру у меня уже готовый шаблон который тоже можно кастомизировать вот основной экран а также выбираем стиль экрана блокировки включаем и проверяем работает на практике следующим образом у нас такой интересный эффект где вылетает время и дата и переключение в режим always on display always on display если для вашей модели доступен вот он новый always on display но также доступны те которые были ранее доступны новая анимация во время зарядки которая верху выглядит следующим образом давайте еще раз продемонстрирую очень здорово смотрится как то по-новому все получается кстати для флагманских смартфонов например серии xiaomi 14 там уже можно смотреть уведомления с приложений подключенных наушников выбора режима поэтому вероятно что и на глобальной версии hyperos для флагманских смартфонов будет не только такая новая анимация зарядка но и уведомление от приложений следующая интересная фишка запускаем приложение галерея выбираем фотографию нажимаем обратите внимание специальная кнопка появляется вверху внизу справа выбираем искусственный интеллект автоматически выделяет девушку нажимаем копировать переходим к примеру в заметки вставляем все вот таким вот образом друзья можно делать к примеру стикеры либо если вам нужно выделить картинку и чтобы не не было фона вот такая вот интересная фишка также если у нас на картинке есть текст то добавляется еще дополнительная кнопка выбираем текст и можем также выделять текст и копировать следующая новая фишка вверху справа нажимаю вертикальные три точки вырезка нажимаю понятно выбираю картинку что здесь интересного можем заменить фон к примеру вот таким вот образом очень легко все устанавливается далее можем просто убрать фон можно уже заготовлены какой-то фон установить здесь много вариантов один раз нажимаем происходит загрузка и после чего применение также есть возможность выделить сделать например копирование после чего зеркальное отображение здесь если нажимаем кисть ластик а еще есть функция вот таким вот образом можно оставить только фон искусственный интеллект гармонично дорисовывает фон но получается еще не сильно идеально но неплохо еще интересная функция нажимаем здесь выбираем искусство выбираем фотографию и здесь доступны различные плагины выбираем к примеру выбираем картинку и здесь появляется возможность изменить фон добавить различных эффектов вот эти опции вырезка и искусство можно уже даже прикрутить в мюай 14 благодаря обновлению приложения галереи скачать тоже можно в моем телеграм наконец-то дождались кнопку выключения которая обновилась выключение вверх и вниз перезагрузка кстати друзья очень полезную сейчас информацию расскажу если у вас смартфон сяоми обновиться до хайпер уэс с андроидом 14 то первоначально когда вы нажмете и будете удерживать кнопку выключения у вас появится голосовой ассистент кнопки выключения нет как же быть все очень просто заходим в настройки здесь печатаем ассистент выбираем запуск google ассистента и здесь вот по умолчанию эта опция включена отключаем и тогда у нас появляется доступ к кнопке выключения и перезагрузки еще друзья приложение камера очень порадовала не только новым интерфейсом свайпом вниз у нас доступ к настройкам это очень удобно вот напомню раньше мы вверху это все включали теперь же можно сделать просто свайп вниз так вот добавляется на примере смартфона поко f5 две новые фишки первая это длинная выдержка для длинной выдержки у меня доступны различные эффекты а также новая фишка которая тоже ранее не было на этом смартфоне называется микрокино выбираем и здесь у меня друзья можно выставлять различные предустановленные варианты для микрокино на делать короткие видео добавлять например различную музыку добавлять различные эффекты улучшения все здесь есть далее что у нас есть в скорость включения от 0.33 до 3.0 и доступен калейдоскоп вот такие интересные эффекты хорошенько прокачали приложение проводник теперь у нас отображаются файлы недавний следующим образом а хранилище когда мы перейдем у нас здесь отображение по типу файлов ниже отображаются папки далее у нас есть возможность сделать сортировку и мне понравилась система поиска теперь у нас поиск не так как раньше был только по имени но можно и делать поиск по документам изображениям видео музыка то есть уже поиск делать по категориям ну и конечно же по названию тоже будет осуществляться поиск по звуку друзья если мы запустим музыку вот у меня работает нажимаем смотрим нас три ползунка чтобы включить четвертый ползунок в хайпер уэс заходим звук и вибрация опускаемся вниз расширенные настройки управлять звуками уведомлений включаем и проверяем появляется четвертый ползунок ну и стандартные ползунки конечно здесь есть а еще в звуковых эффектах доступен Dolby Atmos для некоторых смартфонов сяоми и сяоми саунд есть как и было ранее предустановленные режимы очень хорошо прокачали плавающие окна запускаю приложение в оконном режиме вверху появляются три точки нажимаю и обратите внимание друзья сколько у нас появляется режимов плавающих окон это на весь экран это верхняя область нижняя область вверху справа добавление еще приложения в оконном режиме и закрыть окно напомню также можно вот таким вот образом делать это было и в милай 14 и когда нам необходимо развернуть максимально можно открывать два приложения в оконном режиме и параллельно еще один активный процесс можно делать разделение благодаря плавающим окнам очень удобно реализовано прокачанный скриншот делаю скриншот добавить изображение устройства происходит загрузка и у нас появляется вот такой интересный скриншот это стандартный а это мы уже добавляем рамку со смартфона на некоторых новых смартфонах xiaomi redmi и пока это можно сделать при помощи обновления скриншота даже в милай 14 в своих видео я рассказывал не забывайте подписываться обновленное приложение погода с новой анимацией а также внизу информация оформленная в виде виджетов приложение безопасность заходим в питание текущий режим здесь у нас доступные различные режимы выпадающий список и защита батареи появляется новый пункт защита во время зарядки ночью эта функция будет доступна не для всех смартфонов xiaomi redmi и пока ну что же друзья пишите в комментариях как вам хайпер ос поддержите видео лайком и выйдет вторая часть где я покажу еще новые фишки а также покажу тесты производительности какая производительность была в милай 14 на примере смартфона пока f5 и какая производительность стала в хайпер ос также конечно на канале будет еще сравнение хайпер ос с милай 14 если это вам интересно напишите в комментариях всем пока и до встречи в новых видео всем пока и до встречи в новых видео